Ну а мы возвращаемся, напомню, поднящие ты за безлимит, болеть за своих самых любимых, самым быстрым мобильным интернетом от Мегафон. И мы смотрим Energy против NIP, но я также напомню, что на правильной трансляции на CSRU Hub 2 вы сможете лицезреть Авангард против Liquid. Там уже разгорается сражение в рамках карты Overpass. Какой там счет, друзья? 4-3. В пользу Liquid. 4-3. Окей. Авангард дает бой. Вроде бы так, вроде бы так. И мне напомнили об этой замечательной клавиатуре, друзья. У нас продолжается конкурс. Кто смотрел мейн-квалификации, идти в курсе. Кто не смотрел, соответственно, напоминаю, еще я рассказываю о том, что мы вместе с Фрагстором делаем конкурс на клавиатуры, на мышки и все остальное в конце каждого дня. По самым лучшим фотографиям мы выбираем. Вы отсылаете фотографии в ВК с тем, как вы смотрите мейджор с хэштегами RUHUB и Фрагстор. Вот они как раз-таки снизу. И мы выбираем по самым интересным, по самым экспериментальным, возможно, по каким-то самым милым фотографиям. В любом случае это делает студия аналитики. Так что все это будет происходить в прямом эфире. Мы будем обсуждать ваши фотографии и, конечно же, дарить подарки. И так каждый день. Это здорово. А мы продолжаем смотреть. Мне вот, например, подарки в конце дня никто не дарит. Да, мне тоже. Вот, видишь. А вам дарят. Получим фотографии, мы подарим. Не всем, да. Поэтому постарайтесь сделать, не просто какой-нибудь котика сфотографировать. Это почти всегда. Да, да, на самом деле беспроигрышный вариант. У нас уже пару раз прокатывало. Окей. У нас тут, так скажем, по следующим матчам. Хотел сказать, на повестке. Подожди, у меня еще есть один. А, еще есть? Еще один лайфхак. Можно игры с переодеваниями тоже. Игры с переодеваниями? Ну да, ну там типа одеться кем-то и фотографировать себя, как ты смотришь. Если у вас есть костюм пчелки, это уже плюс один голос. Плюс один голос, да. Ну а если костюм котика, то плюс один отца. В общем, вариантов очень много. Какие нам с тобой нужны тогда костюмы, чтобы мы с тобой пригласовали? А знаешь, какой твой костюм жулика? У меня логично совершенно. У меня от логично. У меня Crystal Maiden есть. А, ну, в общем, вы можете просто отлично. А мне, в принципе, достаточно очки снять, и все в порядке. Это мой новый костюм. А мы продолжаем. Очень странно, но мы продолжаем. Да. Короче, NRG и NAP. Нипов я вообще не поставил в стадию прохода. А NRG, я думаю, что могут закрыть данную стадию 3-0 и выйти уже, заняв себе слот в Легендах. Поэтому в этом матче должно получиться что-то невероятное. Конечно, будет противостояние Бризи и Фореста, поскольку это два убиваки главные. Но у команды NRG есть еще один. Это Итан или Нахтик, как его кто-то называет. Ну, Итан. Итан. Не Нахтик. Не Нахтик, пожалуйста. Не матерись в эфире, пожалуйста. Да, Хурях, Нахтик. Это не вариант. Нет, почему? Это его никнейм, который считается, если прям вот русским языком говорить, откровенно говоря. Мы отправляемся на драфты. У нас NRG убирает до DAS2. Ну, в общем, как вы знаете, система такова, что каждый коллектив выбирает по три кафты. Тот коллектив, который банит-пикает, соответственно, последним, он, соответственно, решает справа выбора стороны. Второй коллектив ее выбирает. И сейчас мы посмотрим. Как раз от NIP самые интересные. Да, DAS3 убрали. Оверпасс, NIP. Окей. Может быть и такой вариант. Ну, потому что у Inferno очень хороший оверпасс. По-хорошему, наверное. Еще одно Inferno увидим? А, нет. Не увидим. Я говорю, Inferno туда же, в бан улетает. Даст-2 тоже не будут играться, скорее всего. Кэш, не кэш. Даст-2 первый забанили, обратили внимание. А, ну я же говорил, что он не будет играться. Что ты? Я просто уже капитанию до конца, действительно. Ну, что у нас остается? Нюк и Мираж. Нюк, что ли? Даже не знаю. Не, ну сейчас выбор за командой NRG, что они выберут. И у NIP не плохой Мираж. Долго-долго думают, думают, думают. Нюк. Первый пока что нюк у нас на этой стадии. Все-таки не Мираж. Вот забавный выбор, на самом деле. Нет, ну это, знаешь, шанс, в котором у NRG побольше вариантов, поскольку NIP играет Мираж. И NRG играет Мираж. Ну, в принципе, да. И вот эта туалетка Мираж, которая есть, дефолтный, 50 на 50, где у аутсайдера явного есть преимущество, ну, шансы, точнее, побороться или даже выиграть. Мы это неоднократно видели, тем более в Best of 1. А вот нюк, та карта, где можно подумать, и у NRG с этим вопросом нет никаких вообще проблем. У NRG в принципе проблем сейчас нет. Да, это реально команда-фаворит. Сначала миноров, абсолютная. То есть у них не было вообще никаких проблем в рамках американского минора, потом не было никаких проблем в рамках мейн-квалификации. Интересно, когда они начнутся, да? То есть это может произойти либо сейчас, в эту неделю, в рамках швейцарки в группы, либо уже тогда потом в плей-оффе. Но если про этот матч разговаривать, то, если честно, кажется, что сейчас не начнутся у NRG проблемы. Да. Потому что фавориты. И что-то как-то очень сложно даже в голове составить картину, как могут побороться команда NIP, чтобы по-хорошему даже хоть как-то выиграть. Подожди. Есть шансы побороться. Просто это же КТ-сайд. Да, есть первая половина. И нюкей это супер-дисбалансная сторона. И, естественно, набираешь, ну, хотя бы десятку. Потом еще можно выкарабкаться. Если меньше десяти раундов, то будет проблема. Это не про NRG, к сожалению, для команды NIP, к сожалению. Потому что и атака, и защита на любой карте, сложный оверпасс, нюк и подобные, там проблем не возникает. Это не тот, наверное, случай, где вот мы говорим, нюк — это карта КТ. Нет, здесь, во-первых, NIP, который нестабильный снайперская винтовка. Там, конечно, может интересно сыграть. Там нет мейновой вообще. Да, вот в этом-то и проблема. Там убивает только один Форест. И то проблема будет, если он сейчас... О, сейчас ты к Резу сейчас подъехал. Опять, кстати, опять я вспоминаю. Каждый раз ты говоришь о том, что... Типа, Рез такой себе, средненький, там вообще только Форест. Каждый раз я тебе прям прихожу, такой числами в тебя кидаюсь на... Там Рез, да, сумасшедший. Сейчас, да, сейчас можно выделить Реза. Можно выделить Реза и Форест. Я даже больше склоняюсь к Резу, потому что, понятное дело, там Форест, все классно, опыт. И сейчас проснулся просто на этом турнире. И показывает нам зрительское голосование. Energy 60 на NIP прямо 40. Но это, наверное, как Na'Vi в сердечке, так и NIP в сердечке. Я думаю, что-то из этого. Опять же, Energy — это та команда, которую уже хочется видеть прямо в грандах. Не знаю почему. Мне кажется, ребята заслужили. Они упорно тренируются, они показывают хорошие результаты. Вышли с предыдущей стадии 3-0. Для них просто открыт и вообще... Они не проиграли ни одной карты. Ни одной карты. И не было проблем. Все. Вот мне хочется их видеть, я не знаю, топ-8, топ-4 даже. В легендах, на самом деле, выглядит как 3-1 по-хорошему для команды Energy, если все слагаемые сложить. То есть они, предположительно, и правда проходят, но одну карту все-таки какую-то сдают. Единственная проблема, что вряд ли этот нюк против NIP, потому что Минт правильно заметил, что атака у Energy не просто то, что это Energy, там какая-то, ой, какая-то команда, вот три буквы классные, замечательные. Дело не в этом. Дело в том, что у них состав идеальный в том плане, что они могут положиться на две хорошие пары одного люркера. И у них это работает, черт возьми, и на атаке, на нюке у них это, скорее всего, будет работать, особенно на B-планте. Мы знаем, что мы делаем в этом мире, да. Предиктаем. Energy. Energy. 16. Energy. 16. Восемь. 16.8, 16.9. 16.11 Energy. 16.5. Друзья, а мы постепенно отправляемся к нашим замечательным комментаторам. Продолжает для вас работать Ленин вместе с Громшки. Здравствуйте, дорогие друзья. Вновь, ну что же, третий матч на сегодня, который стартует вот-вот в рамках карты D-Nuke и NIP против NRG. Не столь однозначное противостояние, как мне кажется. Что скажешь, Костя? Да, по-любому, в первую очередь, непонятно, чего ждать от NIP. NRG прошли 3-0. У них все прекрасно. Это команда мирового уровня. У них не всегда задавалась история непосредственно с проходами на мейджор-эвенты. Но во всех остальных случаях они всегда были хороши, что показывает практика и сейчас. NIP традиционно были сильны на NUKE. Я имею в виду традиционно для тега, начиная там с 2013 года. NUKE — это одна из их сигнатурных карт. Да, конечно, вот после каких-то... После решаффла в составе они как-то подздали. Но можно вспомнить, по-моему, позапрошлый. Или прошлый, или позапрошлый европейский минор, когда уже в гранд-финале и команда Optic, и команда NIP получили свои квоты на непосредственно следующую стадию. Тогда как раз NIP играли NUKE. И неожиданно для всех они выиграли там Optic, а на минуточку тогда там играл Config и KGNB, по-моему. То есть состав был сильный. Ну, опять же, да, вот наши аналитики отметили, что вот все-таки скорее однозначно фаворит здесь NRG. Вот по СМИ не согласится. Не знаю, возможно, это какая-то, знаешь, внутренняя любовь к команде NIP, да, ввиду их там предыдущих заслуг, в принципе, таких личностей, как Forrest, GetRight и так далее. То есть, не знаю, я бы в разрез с аналитиками пошел бы, наверное, поставил бы здесь 16-12 NIP. То есть вот так? Да. Просто можно по-разному выделять фаворитов. Фаворит может быть такой, ну, может быть, немного фаворит. А может быть фаворит с коэффициентом 1.1 против СМИ. Да. И здесь как раз та ситуация, когда, на мой взгляд, NRG в каком-то смысле, конечно, фавориты. То есть у них на бумаге шансов побольше, и команда их выглядит несколько свежее. Но в распределении где-то 60 на 40 я бы вот такое дал. То есть как бы там ни было, мы ожидаем плотного счета. Хотя, конечно, карта NUK, чего от нее можно ожидать? Только рандома. Наши зрители на чате Твича распределили именно таким образом. Голосование 60% за команды NRG, 40% за NIP. Ну, что же, зрители зря от в корень. Посмотрим, правы наши дорогие зрители на трансляции. Или нет, всем еще раз. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ленин и Громов. Ну, прям не знаю. Жду от этого матча суперклассную зарубу, потому что, опять же, да, круто. Na'Vi молодцы, сыграли хорошо предыдущую встречу, выиграли довольно-таки без проблем. И здесь хочется по-настоящему экшена. Экшена, как было в рамках первого противостояния. Ends против Френегейтс. Там действительно было so close. Но вот здесь, опять же, от этого матча, я думаю, многие ожидают как раз-таки более близкого Cara Strike. Да, не будем забывать про параллельно проходящий матч, где команда Liquid выигрывает пока что у Авангар со счетом 7-3. Это только первая половина. Там карта Оверпасс, поэтому, пожалуйста, в чатике нас тоже держите в курсе относительно того, что там происходит. Ну, лично мне очень интересно, что же Авангар все-таки покажут еще и на Оверпассе. Желаем им успехов. Ну и, конечно, к Liquid сейчас тоже приковано внимание, ну, если немного отвлечься от этого матча. Хотя там, конечно, есть наши коллеги, они обо всем этом могут рассказать намного лучше. Мистер Пита. Пита тренер команды NIP. Был он одно время в 2014, по-моему, году там тренером, как-то не задалось. После этого он ушел в какую-то банковскую сферу. До этого он, кстати, был еще и игроком в команде, дай бог памяти, Лимон Докс, по-моему, они на первом мажоре выступали, вместе с Долпаном играл. Но вот на место Трита, который его NIP тренировал года 3-4, наверное, он пришел, и вроде бы какие-то результаты есть. Состав неплохой. Есть и опытные ребята, и молодые, да, такие как Rez, например, или Lekro, которого команда Fnatic, как мне кажется, очень зря не сумела раскрыть этот потенциал, потому что именно Lekro, как капитан, мог бы Fnatic сильно помочь. Но NIP его перехватили, и теперь, я думаю, вместе с Lekro, с фамилией Olofsson, такой сын Olof, они отлично себя чувствуют. Ну а вот тренер команды Energy, Мопед, говорил, что организаторы обращаются с тренерами как с животными. Да, и это тоже перед началом как раз-таки вот этой челленджер-стадии обратил внимание на его твиш, там все. Комфы какие-то непонятные, столы непонятные, все непонятно, но благо сейчас все нормализовалось, и мы с вами едем смотреть третью карту на сегодня. Денюк, здравствуйте, дорогие друзья. Ну что же, в атаке команда Energy обороны в исполнении Ninjas in Pyjamas. Ну что же, Forest сразу же прием со скрипа, но и на скрип пока что не ногой. Команда Energy занимает Бриз в улицу, и сразу же выход на вилку, оп-оп-оп, отрезы первый минус, погибает Бриз, неплохо. Деннис дает информацию, что прошли уже как раз-таки под рампу игроки команды Energy. Ну и Lekro готов принимать. Ну, позиция довольно интересная, вопрос в том, насколько быстро Lekro закроют. Дали возможность раскрутиться на два убийства, чего более чем достаточно, Реста сделал первый фраг в этом раунде. Что у нас там по бомбе? Бомбу еще нужно как-то до плента донести. А вот и открытая дверь, а вот и мистер Гитрайт, а вот и Дабс в гордом одиночестве. Что ж, пуш рампов вообще сейчас в современном нюке используется не слишком часто. Дабс, кстати, перемещается на плент, и как минимум бомбу он поставит. Уже хороший маневр. Да, поэтому команда Energy смело может играть уже и за куб в следующем раунде, но Депс может быть еще и пару голов лишит команды на IP, но нет. Энерджи вместе с раундом. Ну что же, 1-0. Сначала больше уверенное. Опять же, позиция Лекарда, она имела, опять же, 50 оттенков серого, потому что, опять же, ты мог бы там сразу провалиться, потому что она очень открытая позиционка. С другой стороны, она не столь ожидаема, потому что это открытая позиция, кто будет на приемке Б стоять вот настолько вот лицом там торговать. Еще на пистолетке, то есть ладно, на девайсном раунде ты там стоишь и ожидаешь, что скорее всего убийство сделаешь, но на пистолете очень опасно. Позиция, с другой стороны, Лекарда, о нем мы привыкли говорить как об Аймере очень высокого уровня наравне там с Резом, например, и с Форестом, да, то есть это игроки, скил попадания, которых очень и очень отточен. В общем, Лекарда красавчик, как и Рез, ведь именно он сделал первое убийство, оттянул фокус внимания на себя, ушел в глубину плента. Словом, 1-0 и, ну, такой полуфорс, даже форсом нельзя назвать, наверное, все-таки бомба была, два калаша, два и под ноль. Два. Дегла, два ка-47 по 250, ну и сразу же по первому таймингу занимает стрит команда Energy. Бриз пытается ка-47 найти своего оппонента, Итан Минус по Резу. Начало более чем шикарное для североамериканского коллектива, но посмотрим, что из этого получится дальше. У Гитрайт и Крокодил, также Аук имеется, у Деннис, поэтому, в принципе, даже 4-5 выглядит довольно победоносным раундом, а вот сейчас Бриз дискредитирует Деннис, а вот уже и 3-5, меньшинство у команды Нинджи в пиджамах, ну и посмотрим, что Фагли придумает. Шикарнейший хэдшот по Гитрайт, этот выход на поджим читался, нужна была информация, нужны были размены команды НИП, но, видимо, not today, my friend, остается у Фореста, эмочка, ну и у Лекра Галил. Заставить бы вот эти два девайса и два вторых армора было бы неплохо на следующий раунд, потому что сейчас выглядит уже раунд абсолютно потерянным для команды из Швеции. Лекра может законтролить девятку, если в конечном итоге Energy будут использовать эту позицию для выхода, скорее всего, так и будет. На тайминге немного не те, и, скорее всего, сейчас Лекра либо заберут, да, его просто забирают. То есть с девятки его уже видели, видели его затылок, соответственно, дали информацию своим тиммейтам на мейне, но и получилось, как получилось. Мало того, что ни одного игрока Energy не потеряли, единственный, кто пострадал, это Брис на минус 11 хп. При этом мы помним, на начало раунда Energy имели всего лишь 2 АК-47 в арсенале, что и говорить. Energy, как, наверное, любая американская команда, ведь в первую очередь мы говорим об американских командах не с точки зрения тактик, хотя и в этом плане они подросли, а всегда американцы выделялись своей сумасшедшей стрельбой. Это факт. Но, опять же, здесь в совокупности со скилом была еще действительно сумасшедшая организованность. Команда Energy в предыдущем раунде мы видели, как они командно выходили, как они командно разменивались и никуда не подставлялись. Ну и потерять 11 хп против оружейного, простите меня, это дорогого стоит. Но, опять же, Energy, 4 АК-47, Галил, хотел сказать, прошу прощения, АУК в исполнении Депса. Ну и, опять же, полгранант крайне высокий. Ответить команде NIP по сути-то и нечем. Разве что ЦЗ и Диглы, два первых армора Лекро плюс Кристофер Алисон. Но, опять же, команда занимает в строем улицу игроки команды Энер же не форсит события, молит сразу же в метро, сгоняет отсюда реза и вынужден вот-таки трайт вот с этой позиции ловить для себя фраги. Но Энер же, опять же, прекрасно понимает, как он действует в рамках карт Денюк. Ну и, опять же, мы с вами видим распик от Итана на стрите. Но Рес, Фокка может спасти, но, видимо, не в этом раунде. ЦЗ находит минус, это 5-4 и проход как раз-таки в метро. Рес немного потерялся в этом отыгрыше, то есть уже начал смотреть другие позиции, по итогу его забрали с фронта. Так и вышло. Энер же проходят под Б, по-моему, здесь есть один, да, защищающий игрок. Вот как раз-таки и он, мистер Лекро, который занимает верхнюю волну Б-базы. Энер же по-прежнему не спешат, у них в запасе достаточно времени. И нюк такая карта, которая не давит обычно временем. Планеты расположены близко друг к другу, можно много чего придумать. Воу, Деннис, найс шот, братик. Это было красиво. Итан-то стоял, ждал, и такое получил. Опять-то бомба выпадает на вилки, Брис пытается распикаться, но здесь помогает. Серка 2-3 дропает и еще Гитрайт погибает за своими тиммейтами, но Форест разменивается неплохо. Бомбу по-прежнему не удалось забрать игрокам команды Энер же. Кладется смог налево, Терк заберет бомбу и выход. Кстати, можно в теории даже и под Б подняться, наверное, просто в закрытую. За столбом поставят бомбу на Б игрок команды Энер же, ну и Форест просто попытается хотя бы, я не знаю, минус-таки. Либо заставить, либо заставить. Нет, наверное, нет. Наверное, нет. Но Китов нет, поэтому вынужден играть немножко быстрее. нет. Да. Пусть здесь... Два решающих фактора, пожалуй, в этом раунде. То есть настолько мало шансов. Конечно, это папа Форест. И он такие, наверняка, неоднократно в своей карьере штуки растаскивал. Но каковы предпосылки соперники? Позиционка очень равна в исполнении Энер же, так или иначе. Она вот настолько круто расположена в том плане, что один, если погибает, то второй может условно через там 7 секунд выйти. Также распиксить просто банального времени у Фореста не хватит. Патрик выходит на сейф АК 47-го. Это второй раунд для команды Энерджи в атаке. Да, вот не отметили мы, ну, пожалуй, наверное, самую явную вещь, что атака здесь все-таки менее сильная сторона, чем оборона в рамках карты Денюк. И Энерджи начинают очень круто. Опять же, да, проиграв пистолетку, берут теперь два подряд, а в этом раунде уже денег нету у команды Н.А.П. Совершенно ненужный раунд проиграли для себя шведы. В одном из прошлых не прошлый, я позапрошлый, конечно, имею в виду. Да, второй по счету. И сейчас будет сложно. Вопрос нам, конечно, еще к экономике. Пауза. Так-так-так. Техническая. Техническая пауза. Ну да, понятное дело, на таких стадиях, пожалуй, карты тактические берутся редко. Кстати, очень интересный момент. Если довольно продолжительная техническая пауза берется в рамках этого чемпионата, то командам позволяют общаться, опять же, с тренером. А на сколько продолжительная? Начиная, по-моему, там что ли, от 10 минут или в этом ролике. Потому что пока, знаешь, там SSD перекинут на новый комп или что-то еще. В принципе, было бы странно запрещать после 10 минут, когда чуваки просто сидят, даже хочется что-то сказать, как-то поговорить. Ну, на самом деле, и не думаю, что можно было бы ругать, если бы не позволяли. Потому что, опять же, ты тогда начинаешь что-то обдумывать. Это не то, что незаконно, то есть, но рамками правил не писано, что, типа, почему ты вот общаешься и так далее. То есть, не знаю, довольно тонкий момент. Типа, через сколько можно общаться во время технической паузы? Все-таки техническую паузу, знаешь, ее можно истимитировать, опять же. Ну, раньше, конечно, было проще в этом плане по компьютеру. Но сейчас это настолько сложнее, по-моему, настолько все детектится. Но, друзья, чатик мы также мониторим. Пишите, за кого вы здесь болеете, ожидали ли, что папка Forest вытащит от Clutch 1.2. Все-таки, грамотно сработал Forest. Я ожидал, что он сразу пойдет на сейв Калаша, потому что все-таки довольно сладко. Унести его в следующий раунд. Но он сначала пошел по пленту, попростреливал одну дверь, вторую, попытался хоть что-то сделать. И после этого ему еще и дали возможность унести этот Калаш. Ну, что-то сказать сейв Респекта. Можно его назвать таким образом. Но мистер Брис был на наших с вами экранах. Очень серьезную форму он набрал по ходу 2018 года. Не начало 2019. Прям раскрылся, я бы сказал. А в рамках стадии Челленджерс, не помню, против кого играли, к сожалению, команда Energy. 2-0, по-моему, играли в рамках карты Инферно и Демираж, по-моему. Брис настрелял за две карты 71, либо 72 фрага. То есть на первой он там 40 наколотил, и второй там 30+. То есть настолько круто именно индивидуальный игрок команды. Вот Energy, вот он на ваших экранах. То есть здесь прям суперкруто, суперкруто. Ну и команда Energy опять же растет не по дням, а по часам. И это действительно видно. Не зря находится действительно в первой пятерке мирового рейтинга. То есть так что команда Energy. Но опять же, да, большие ожидания от этого коллектива. Многие им пророчат опять же и место в заветной восьмерке лучших коллективов планеты в рамках этого Major Katowice 2019. Но, как мне кажется, подводных камней на пути этого молодого коллектива действительно еще встретится очень много даже в рамках этого чемпионата. И вот первый из них это NIP. Да, пусть не самый стабильный коллектив за последнее время. Да, не самый боевой в плане там огромного полустратегии в рамках RTD Nuke. Но опять же, индивидуально крайне сильная NIP именно сейчас. Тем более, когда есть Рез, когда разыгравшийся Форест. Но опять же, церк на ваших экранах, который также вровень может подстать как раз-таки тому же самому либо Патрику, либо молодому дрованию Швейцарь Резу. Ну, церк мейн-снайпер. Наши аналитики, да и это эмпирически понятно. Все-таки подмечали, что у NIP снайпер, как таковой, мейн отсутствует. И что самое, черт возьми, ироничное, такая проблема преследовала команду NIP очень долгое время. Еще с того момента, как они играли с Фифлареном, и вроде бы Фифларен выполнял роль мейн-снайпера, Форест раз от раза был вынужден ее исполнять вторым номером либо за атаку даже первым, потому что просто не могли шведы найти снайпера должного уровня. Затем у них был Майкел Элли. Майкел Элли хорошо справлялся, но не получилось именно в командном плане. Аллу потом. Да, потом был Аллу, он играл с ними год, но не показывал, пожалуй, стабильности. Все-таки, наверное, финский и шведский контрстрайк несколько. я смотрю, какие коэффициенты. Ант Парим Мач, партнеры говорят, что 3-9 на NIP 1-23. Вот сейчас, честно, это абсолютно то, что отображает первые три раунда в рамках карты Денюк, и я с этим коэффициентом в лаве пока что согласен. Я не буду говорить, есть предпосылки к тому, что NIP выиграет эту игру или нет предпосылок, потому что энергии слишком хороши. Всего же три раунда посмотрели, мы даже ни одного оружейного не увидели, а увидим мы его как раз-таки следующим. Но вот как раз-таки смотрим за четвертым раундом. Это один АК-47 в исполнении Патрика Линдберга. Но может быть, Соло и растащит, кто знает. Форест может. Наизе. Он докупил себе второй армор, понимая, что это все более и более вероятно, и он может тебе это позволить. Одинокие прострелы через ДМ. И кто за прострелы с пистолетом? Форест внезапно после ретлоуда забирает Церковь голову, и ДМы-то хорошо вроде бы лежали. Брис отвечает, забирает Денниса, но толку от этого немного всех игроков на IP, кроме Фореста, можно отдавать. Очень просто. Гитрайт сидит в вентилях, пока не палится. Молик внес урон, теперь его услышали. Церк красный, и этим Гитрайт может воспользоваться. Опять же, Гитрайт еще нет армора, а в это время Дэпс закрывает Лекра. Ситуация 3 в 3 по Резу. Нету информации, Рез будет закрывать. Сейчас Дэпс, Дэпс погибает, бомбу падает. Форест хороший еще один минус. Находит минус 2 в исполнении этого парня уже в этом раунде. 3 в 2 Брис, плюс Фагли вдвоем. Один идет с филки, по второму, по второму пока что нет информации. А здесь Форест, дядю Форест встречает, минус, еще один, третий фраг, о чем и говорилось. Фагли, что же делать сейчас? Пытаться идти, ставить бомбу или же нет, решит сам парень, но, как мне кажется, логика в дальнейшем действия отсутствует, потому что бомба лежит непосредственно на пленту, больше раскидок никаких нету, и здесь его уже во всех позициях ждут, но вот как-то не уверен Крис Фиралис, он распоряжался сейчас АК-47, боялся, что залетит именно в тушку урон, ну и, слушай, времени еще предостаточно у Фагли, чтобы разыграть этот раунд, правда, ХП не так-то и много. Так, а бомба-то где лежит? Бомба прямо на пленту. Ну вот это проблема. Это проблема, потому что там Форест еще должен с Вилки встречать. Фагли, ну он дает преф, ему нужно обнаружить еще второго игрока. Еще и бобу поставить, на позиция Вилки здесь считаема, четкий размен от Фореста, 2-2, и вот он экономический раунд с одним-единственным АК-47, которому... Квадрокилл. Да, которому Форест закупил второй армор и сделал квадрокилл. Все-таки не зря, не зря Форест унес АК-47 с одной стороны, с предыдущего раунда и с другой NRG напрасно дали Форесту это сделать. Совершенно верно. И вот опять же, началась самотоха именно в этой стенке смоков, которую проложила сама команда NRG, проходя в андерпасс. Там, видимо, с ЦЗшки Кристофер Алис как раз-таки из пристройки попал. И по этой информации, как раз-таки, которую дал Кристофер Алис, он говорит, Форест, зажимай, братёй. Опять же, нету как такового коллектива, который уже бы с первых минут этого матча вырвал бы себе первенство. Хоть и временно. И интересный бай в исполнении команды NRG. От двух девайсов решили отталкиваться игроки североамериканской команды. Дигл, P250, ЦЗ, полный набор, некоторые гранаты слишком мало. Что же касается NIP, они пока работают закрыто, поджим им ни к чему. Каков же план NRG на этот раунд? Вроде бы есть, да? Да я просто смотрю, по раскидкам что там. Не, по раскидкам всё нормально. На самом деле, они же могут опять же делать из стенок смоков, проходить вандеров, а просто там, как они дальше будут на низе в пижамах там стараться перебивать на B-планту. Как мне кажется, нужно просто начать от минус. Минус очень важен сейчас для команды NRG. Ну и выходит на радио. Здесь Лекров дает первую информацию, флешечку, моменталка, и под неё пикнуть. Там блайндовые игроки, но они опять же все уходят за текстур, поэтому здесь фраг для Лекры в недоступности. 40 секунд, не так много времени-то, кстати, остаётся у команды NRG. Придётся поторопиться сейчас. Уже затянули с антрефрагом. Мне вот интересно, дым специально с просветом отбросили так, чтобы у Лекры оставалась возможность вот в эту вот арочку контролировать. либо поспреить. Ну опять же, выход из трипа, контролить Форрест. Ой, хорошо. А там уже ещё и Церк погибает. Ой. Ну как же ты, чёрт возьми, хорош, а? Как же этот Патрик жарит без масла, режет без ножа. Называйте как хотите и ещё Итану хотя бы АВП унести. 15 секунд. Скажем так, Нео имеет звание лучшего игрока десятилетия по версии Hell TV Org. Если когда-нибудь будет даваться звание лучшего игрока тысячелетия, я бы дал его Форресту. Без вопросов. Без вообще каких-либо вопросов. Без вопросов, согласен. Ну что, 3-2. У команды NRG денежных средств ровно столько, сколько ничего. Ноль. Ну опять же, да, по ним 2000. Никакого здесь в бае быть и в принципе не может. Это экономический раунд для команды Северной Америки. Но опять же, это первая стадия, так скажем, первой половины. Всего лишь мы отыграли с вами, получается сколько? Шесть раундов, правильно? Четыре же два или три-два? Четыре. Три-два. Пять раундов мы отыграли. Они уже два раунда забрали. Это очень хороший показатель. Будем откровенны. То есть два раунда в атаке из пяти это бодренько. Многие берут столько за всю сторону. Ну, выход опять же на рампы. Здесь дядя Лекарь говорит, что парни, not today my friend. И хотя бы один минус от этого найти. Он его находит. Но это квадрокилл в исполнении бомбардиры команды Ninja's and Pijamas. Но бомбу это поставить было бы прям вообще, знаешь, прям конфетка, тортик с вишенкой. Я не знаю. Но ему вроде как позволяют. Да, позволяют, совершенно верно. И раунд за командой NIP. Очень красиво. Он услышал, что по нему стреляют ну вот с этого ракурса из правой вилки. Отошел от нее. Точно знал, куда нужно ставить бомбу. Крас аут. Четыре тысячи он для своей команды нафармил. Но это не отменяет того факта, что NIP продолжают набирать свои раунды. У них уже двукратный перевес. Это сейчас будет очень важная такая проверка на прочность для ниндзи в пижамах. Ведь наверняка NUK они должны были готовить. Офореста тем временем уже почти 11 тысяч. Сердце и почку за NIP. Нипочков. За NIP. За NIP. За NIP. За NIP. За NIP. За NIP. Макс Юферев. Ну ты же с почечками поаккуратней. Еще смотри по локации Пит-центра. Ну круто. Круто. I have been waiting for this meeting and что-то там. Я там жду этой встречи. Что-то там, не успел прочесть. Ну посмотрим. Ладно. Первую тактикул паузу берут команды Energy в рамках R2NUK. С чем бы она могла быть связана? Первый вариант, что делать. Ну понятное дело, что они будут обсуждать свой следующий раунд более детально. В каком контексте и в каком ключе они будут действовать. То есть будет ли это улица, будет ли попытка это выйти через скрип на сразу же вентиля. Не знаю. Вот пока раунда с вентилями у нас вообще пока что не было. Да, я бы сказал, что Energy взяли паузу еще и для того, чтобы проанализировать как действовать лучшим образом. Сейчас это очень было похоже на фаста. На самом-то деле дверь взорвали практически моментально. Полностью подожгли ближние вентиля. Но дальше атака Energy замедлилась. Они переместили свой фокус внимания на улицу вдвоем занимая скалу. Так, ну что же. Так же постепенно занимается стриткоманда Energy. Ну а здесь товарищ Дэйнис первую хаешку откидывает. Рес вынужден как раз таки скалу чекать. И здесь за красным уже есть его оппонент. Есть информация Молик за нее. Ну и Резу придется здесь менять позицию в любом случае, потому что на энерожиттере могут накидать еще и гранат, которых, кстати, не так много. От Фореста снова первый минус по паузу. Лекарь закрывает также терк. Отличная ситуация. 5-3 для команды NIP. И Дэпс, Брис и Итан. Снова у нас есть придется выходить. Али как? Здесь прострел пошли... Как? Как? Ведь у Фореста даже девайса в руках не было. Итан вышел и просто получил по шарам. Патрик Линберг сегодня размялся. Когда он размялся, он жаждет крови. Мистер Брис. Он ее проливает. Ну это даже не смешно уже получается. Ну точно должен был папка умирать и тут на тебе такое прилетает. Брис, ну уже понял, что раунд проигран. Несколько честно... Я уже думал на нож, по-моему, захотел его резать забрать. И, кстати, по-моему, забрал. Забрал? Ножом? Да. Но нас, к сожалению, не отображается. Виде вся эта ситуация. Он лоука. И матч пауз. Техническая, судя по всему, раз не было указано, что это террорист либо контртеррорист взяли тактикал паузу. Интересно. Интересно, интересно. Ну вот сейчас, как мне кажется, да, вот эта вот тактикал пауза в исполнении команды Energy она не то чтобы была какой-то ненужной, она, по мне, вообще не привнесла ничего нового в действие команды Energy. Они попытались быстро занять улицу, но не получилось. Ну а в это время наш партнер по рематчу. Вот такие вот коэффициенты. Так, было 3 в 9, так что те, кто поймал, может быть доволен. Если нет, как говорится, и суда нет. Ждите, когда Energy снова вырвется вперед. Но не факт, что это произойдет, опять же. С такой игрой от Патрика Линдберга там, я не знаю, пока что ничего не получается. Просто забивает команда Energy до смерти, но слушай, сейчас опять же какие-то технические невывязки у команды Energy, судя по всему, не зря нам церк показывает. Но АВП от церка мы еще не видели. Вот что самое интересное, потому что, опять же, ну оно было у него однажды, единожды на скрипе, но там, опять же, Форест. Что ты делаешь, когда перед тобой вырастает Форест? Очень хорош, очень хорош. Не устану, честно, нахваливать игрока команды NIP. Да, так и есть. При этом ему даже АВИК не нужен. Ну, условно говоря, сейчас NIP справляются без вообще АВП, при том, что это защита, в основном, всю работу делает Форест, просто потому, что ведь в сущности это и есть АВИК, когда ты стоишь с Калашом и попадаешь в голову, вот оно, АВП, вот он чистый скилл, вот он чистый уровень, и команда Energy несколько обескуражена, явно. Обрати внимание, что команда NIP раскрывает весь смысл атаки на первом контакте. То есть у команды Energy не удается перевести именно раунд в лейт. То есть когда ситуация там условно 2 в 2, 3 в 3. NIP пока что побеждает именно в ноль последние несколько раундов. Да, там мы не берем раунд с пистолетами и так далее. Ну, а нам здесь сообщают информацию, что меняют как раз-таки компьютеры одному из игроков команды Energy. Ну, это опять же не столь важно, это мы лишний раз вам говорим для того, чтобы вы понимали, что эта пауза продлится еще некоторое время. Так вот, команда Energy сейчас выглядит немножко беззубой. Не скажу, что безидейный, да, у них есть хорошее понимание того, насколько они круто могут играть, либо там под вилкой, насколько круто они могут играть на стрите, но опять же, индивидуальное исполнение в совокупности с тактической подкованностью команды NIP очень круто смотрится в синергии сейчас. И Energy, вот есть такое ощущение, лично у меня, не знаю, согласишься или нет, складывается, что Energy выглядит немножко тревожно. Они не понимают, как им сейчас подобраться к команде NIP. Согласен, полностью согласен. И здесь хотелось бы сказать, что NIP не пытаются перехватить инициативу. Они ее держат. Да, ну они просто работают вторыми номерами. Нет, я имею в виду, что каких-то там поджимов, агрессивной игры нет. Каждая работает по своим точкам. И причем это статика и не динамика. Они реально в статике принимают. Ну и что делать против статики команды Energy, я думаю, виднее лишь тренеру, а там дядя Пита уже готовит Питу на своих подопечных. Даже что-то выписывает, может быть, кроссворды разгадывает. Крестики. Вот мы предполагаем, что там что-то умное, а он может просто крестики-нолики сам с собой играет, кто знает. Ну и рез. Также молодое дарование. Что у нас там? Хохотун реалист. Конкретных фаворитов на этом мажоре для меня нет, так что сижу с чайком, наслаждаюсь отличной игрой команд. Поэтому приятного тебя просмотра. Хохотун реалист. Ну и приятного просмотра вам всем, дорогие зрители, на чатике Твича. Всем хорошего. Потому что нас смотрят и на Дальнем Востоке, и на Ближнем Востоке, и, возможно, в других странах. Вообще, пишите в чат, кто с какой страны, кто с какого города. Да давайте флешмобчик, общение в чате. Все, чтобы было хорошо. Здоровьтесь вам. Ну и может кто-то найдет вторую половинку для себя в чате. Вот это предложение. Что, получалось уже у кого-то? Есть такая инфа? Есть. Серьезно? В чате Рухаба прям? Нет, не в чате Рухаба, но у меня один знакомый, короче, работает у одного известного стримера, якобы админом типа там на трансляции, и вот он там нашел типа девчонку. Ну и сейчас, может, кто-нибудь у себя здесь найдет. Я там с Якутска, и я там с Якутска. О, давай погуляем, давай. Потом гуляют уже там всю жизнь. Я с Москвы, я с Владивостока. Давай-ка погуляем, как-нибудь попробуем. Вся в папу, болеем за EnergyCaster. Привет, привет. И тебе пользователь Extas. Я надеюсь, что Extas это вот этот замечательный маленький господин. Типа экс-Виктор Войтас? Войтас прошлым? Экс-Тас? Реинкарнация. Это как загадочная история Бенджамина Баттона. Да, да, да. Тас 20 лет назад. Ну а тем временем у наших братишек из авангара дела идут не так-то плохо. Они выигрывают 8-7, первую половину на карте оверпасс. Красавчик. Проигрывали 7-3 при этом. Пять раундов подряд забрали. Молодцы. Проигрывали 7-3. Это очень хороший знак, я считаю. Душенькая СНГшная. Вот она. Душит, душит. Собрались парни, ну и забрали первый план. Молодцы. Посмотрим, что будет в рамках второй, пока у нас продолжается пауза еще в матче. N.I.P. N.R.G. Энергичные ниндзя в пижамах. Что у нас еще? Опа. Кто сказал, что нельзя совмещать приятное с полезным? Спорт плюс трансляция. Томми Би. Красавчик. Красавчик. Вот это я понимаю. Палец вверх, если тоже за спорт. Молодец. Как-то я купил себе домой гантели, выложил это в контакт. И потом забыл, что у меня есть гантели. Да, и думаю, вот все, буду кончаться. Наш режиссер сказал, ты их купил, чтобы они у тебя лежали на полу. Да. И он как в воду глядел. Приходит домой, а у Костя там одни гантели лежат без дела. Я даже когда переезжал из одной квартиры в другую, я их там оставил. Подгод. Не благодари, я свое отзанимался уже. Если ты сказал, то я потом заберу и как-нибудь приеду, заберу. Потом никогда. Я потом никогда заберу у тебя их. А у вас, друзья, как дела со здоровым образом жизни? Также можете нам об этом рассказать. Ну, замена компьютера сейчас это не слишком время затратное, наверное. Такое дело. Все-таки есть SSD, его можно подключить, там какие-то мелкие настройки. Но пока что... Опа, костюмчик кенгуру от Альфреда Мюллера. Руха, топим за энерджи. Это брат Бриза. Ничего себе. Очень похож. Брат ли ты Бриза? Брат ли ты Бриза? Брат ли ты Бриза? Сучит, как я знаю, рэперский шлоган. Брат ли ты Бриза? Ну ладно, дорогие друзья, мы вроде как с минуты на минуту будем уже приступать к дальнейшему обзору карты. Днюк, приступим, снимается Just Do It, Make Your Dreams Come True. Здравствуйте еще раз, с вами Громов и Ленин. И это не одно, это уже слово. Громов не Ленин, Ленин не Громов. Это И. Ну что же, энерджи. Возможно, кстати, эта пауза пойдет им даже на пользу, вдруг что-то там обдумают, ну хотя я думаю, в такой короткий промежуток не дали пообщаться, но опять же сейчас, сейчас энерджи будет играть экономический раунд, поэтому по 2-2 тысячи. здесь старается драться. И по гидрайту пролетает с расстрелом. Это сильно, это вакейшн. Ну что же, здесь Форрест. Форрест пока что чекает. Упор никого. Нету, церк. Ой-ой-ой, здесь могло бы излететь, на самом деле порезу, но все-таки Итан погибает, и церк вместе с Депсом и Бризом остаются втроем. Ответочка пошла. Бриз, здорово. Забрал Реза, может быть, если Девайс достаточно близко, его удастся и подобрать. Но сначала нужно будет что-то сделать вот с этим господином. Мистер Лекаром, который не уходил в здание, контролирует улицу и подправляется под Бриза. А нужно ли это было Лекаро прямо сейчас, Форрест? Ну он уже вынужден на самом деле поджимать хоть как-то, чтобы не пропускать своих соперников Девайса. Еще третьим минусом будет от Бриза. Я просто дадарну. Ну не может же быть такого. Немного подобрали. Боже, Бриз, как же ты хорош. Ну вот опять же, да, вот она пауза индивидуально именно для Бриза пошла на пользу. Ну и Гитрай там будут сжимать, Бриз не промахивается, минус 4, и только в перерыве мы хвалили этого игрока, как он показал, что не просто так, комментаторы наконец-то говорят по делу. Париматч. А вот и коэффициенты, наверное, и он снова растет. Раунд за 0,5? Ну сейчас немножко поменьше, по-моему. Ну плюс-минус. Ну 0,10, там неважно. Ну в целом, да, в целом такой уже у нас рост по кэффам в случае проигранного раунда. Но это опять же понятно, из чего исходит, потому что опять же команда NIP играет сейчас за сильную сторону, из 8 раундов они 3 отдали уже атаки, то есть 5-3 это прям очень хороший счет текущий для команды NRG. Ну и первый отрезок, первой половины уже подошел к самологическому завершению, еще 7 раундов нас с вами ожидает. Что ж, давайте смотреть. Рес снова пытался пропушить улицу, но сейчас он понял, что это слишком уж опасно. Все-таки у соперника полный пул по девайсам, да и ситуация немного не та. Так что Рес решил засейвиться, тем временем игроки NRG уже находятся на мэне, Молотов получает Рес в свою позицию, туда же залетает и флешка, Рес подгорает, хотя уже думал, что он ушел из-под этого Молотова, но минус половина хп Итан и больше все это бьет. Вот так. Наконец что-то получается. NRG показали нам раунд, который, по-моему, не получился в самом начале, когда они после тактической паузы пытались что-то подобное сделать. Но вот Лекаро находится здесь Итана, и, кстати, позиционка Лекаро здесь не очень-то и читалась. Прямо суперпассивно играет команда NIP, как мы говорили уже от статики. И статика на некоторый тайминг этого раунда уже принесла свои и дивиденды, не халповал, чтобы не спалить пропозицию. Приемка от Лекаро здесь дальше не удалась, но, может быть, удастся у Фореста против Депса. Пошла перестрелка, моменталка, и Форест воспользовался тайминговым окном, чтобы уйти отсюда. Гетрич находит минус, Король Спреев вновь на улицу выходит и начинает убивать. И здесь пока что дядя Форест еще два их закрывает. Ну и последний Церк. Церк, церк, церк. 25 секунд времени. Бомба не на руках, бомба под присмотром команды NIP, но деньги у команды в любом случае NRG есть, они будут играть за куп, вероятнее всего. Ну и посмотрим, что из этого получится. Ой, приятного аппетита, братик. Начали топим за NRG. Я так хочу есть. Ну зачем? Зачем же ты душишь очковой кубра? Так, только это, по-моему, с матча еще Энстерни Гейтс. Так. Это немножко топ-прошествия. Приятного аппетита в прошлое. Спасибо, поел. Надеюсь, ты хорошо поел, да. 6-3, быстро раунд от NRG намечается. Виты, неужели? Да неужели виты? А может быть и нет? Нет, просто фастфай. Ну, хорош, засопали друг друга Итан вместе на МТ-мейт, там ведущего Итерка Итан погибает. Рука лицо! О-о-о! Депп последний. Погибает. 5-0. Команда NIP как минимум себе еще плюс один раунд в копилку кладет, потому что денег нет команды NRG на один. А забирай следующий раунд команды NIP минимум забирай первую половину. Но опять же, видно, что этот выход не отработан у команды NRG должным образом, либо что-то пошло не по плану, видимо, что-то NIP нестандартное сделали, потому что ну не должны два игрока просто стопить друг друга и плюс я не увидел раскидку через крышу. Где она была? А знаешь, что проблема? Никого не было в поле видимости у игроков команды то есть Итан и царь, которые в ДВМ первые вышли, они понимают, что никого ни на пристройке сверху нету, ни на девятке, вообще никого нету. А первый начинает застрелить, и второй не может выйти, потому что он просто привез ему в спину. Ну и вот опять же, теперь команда Эннердж должна понимать, как на Апланту играет команда NIP, хотя я имею смелость предположить, что найдут где-то лазейки в любом случае. Ну и считаем, сколько там статистика у Фореста, нам показали 15-3, плюс фраг, уже 16 к 3 играет Форест. То есть, он соло выиграл как минимум три раунда. Сделал как бы три эйса просто за три раунда. Трактически половину раунда. Да, есть какая-то ответочка, но это вообще очень непосредственно. На пистолетах очень хорошо кстати, команда Эннерджи, стоит тоже отметить, как раз-таки пистолет на раунд там Брис забрал вместе своей командой позапредыдущей. Ну это 8-3, Форест еще один минус, 18-3. 18-3. Как там чатик любит, говорит 18 лет и что-то там? Ты понял, да, что я? Ну и сейчас пойдет спам. Можешь делать скрин. Поехали. 8-3 первая половина за командой НИП, так или иначе уважаемые зрители и команда Эннерджи. Что по идее энергичные парни из Северной Америки. Давайте посмотрим, какой же раунд готовят они на этот момент времени в рамках карты Денюк. Это 4 АК 47-ых, один Горилл. По раскидку все плюс-минус неплохо. По первому таймингу занимают также скалу, но и дальше попытки найти энтри фраг. Ну вот как раз-таки те самые смоки через верх, которые ты говорил. Сейчас будет раскид на базу А у нас и возможно как раз-таки сплит какой-то мы с вами увидим через Мейн плюс Стрит. Ну посмотрим, что придумает командная НИП. Ну так, ну данный Молотов, как нам показали наши замечательные обсервера, был отправлен на мостик. Выходы из девятки для контроля улицы. Ну на всякий случай все-таки игроки Эннепи любят там сидеть. Форест, его чекнут или нет? Давайте-ка посмотрим. На два фрага, на его чекнут. Ну просто Форесту наплевать. На самом-то деле позиция настолько стандартна, настолько дефолтна и настолько было непонятно, вот как Форест больше одного фрага сумел сделать. Но туда не залетело ни Молотовых, ни двери на самом деле не подорвали. У Фореста были все козыри на руках. И теперь посмотрите на коэффициенты от нашего партнера париматч. 2.8 против полутора. Кстати, как раз-таки 2 по 0.5 как раз-таки ушли в минус команде НИП. Было 2.50 практически, сейчас 1.5. Ну и что же, это 9.3 и снова нет денег у команды Эннерджи. Вынуждены играть пистолет. Да, есть 3 первых армора. 2 первых армора, 1.2, но опять же не столь здесь важно. Выход быстрый под аплэн, посмотрим, чем он закончится. Под винты все-таки просочился Итан. Это, возможно, будет последующая зацепка для команды Эннерджи для того, чтобы взять этот раунд. Но, опять же, адекватно говоря, команда НИП, я думаю, понимает и допускает вероятность того, что мог просочиться как раз-таки игрой и команда Эннерджи через эти вентиля. Так что здесь нужно играть крайне аккуратно на НИП. Это все, что им может помочь. Но Электр как раз-таки находит минус по Итану. Начали за здравие НИП в этом раунд. Было бы удивительно случись иначе. Рез, наконец-то мы видим инициативу от команды НИП. Могут себе это позволить уже по такому счету. Гитрайта забирают, но Форрест все еще в здании. Минус один, минус второй. Но на третьего не успел перевести. Здесь небольшой рассинхрон был уже у игроков команды Эннерджи. Но да ладно. Церк один. Поконтролил спину на всякий случай, но не доконтролил. 10-3. Ну что ж, два раунда в рамках первой половины на карте. Данюк у нас еще остается, дорогие друзья. И команда Эннерджи будет сейчас играть оружейный. Понятное дело, что последний раунд в любом случае будет бай до конца от них. Но опять же, сейчас одна из самых больших возможностей в рамках первой половины. Счет немножко хотя бы свести к приличному, потому что пока 10-3, пока попахивает 18+. Но и сейчас Эннерджи должны, откровенно говоря, придумать что-то такое вот интересное, что ИНП еще не пробовали в этом раунде. Что это может быть? Это может быть, в принципе, как и выход через вилку. Давно вилку не занимали игроки команды Эннерджи. То есть выйти попробовать на рампы постреляться, ну опять же, 50-50. Там Лекарь хорош на самом деле. И опять же, займу ХЛ по двух игроках, двух игроков на рампах очень крутое. То есть ее смог, вот это я не знаю, я надеюсь, что это все-таки смог тактически, да, как раз таки с просветом для Лекарь, который чекает выход с радио. Ну, не знаю, посмотрим. Я бы на месте Эннерджи сыграл через улицу, вот честно скажу. То есть дать нормальную раскидку, пройти под стену спаков. Они взяли раунд, если сыграть через улицу. Да, а там будет что-то будет. То есть это неплохой раунд, он по-прежнему работает на нюке. Почему, ну, в принципе, Эннерджи от этого отказываются в угоду чему-то еще. Я, ну, затрудняюсь ответить. Пока что АЕшки на ИП пробрасывают на ранних таймингах как раз-таки под позицию улицы своего соперника. Вот она стена смоков и вот она команда Эннерджи, которая пока что в основном использует улицу. Но тут далеко не факт, что они до конца пойдут на самом деле в коннектор, в андеграунд. Они подсаживают тавик на красный контейнер, чтобы он наконец-то отстрелил чертову улицу, которая доставила Эннерджи в прошлых раундах столько проблем. Так, ну что, НИП, опять же, сидят закрыты по своим позициям. Эннерджи это явно не нравится. Не дают просто найти этот фраг команда на НИП. И НИП заставляет, опять же, в этот момент ошибаться энергичных парней, потому что нужно выходить куда-то пикать. А вероятность того, что ты пикнешь, найдешь первый фраг, ну, когда против тебя играет Форрес со счетом там 22+. Ну, не особо-то и велика, учитывая то, что у Эннерджи, считай, стреляет сейчас только Бриз, по сути. Церка вообще в этом матче мы пока что не видим толком. И это проблема. Вообще, я считаю, что НЮК это сложная для снайперов карта, вот вроде Инферно. То есть снайперы здесь зачастую не показывают какого-то импакта, даже дядька Оскар, ну, не знаю, как сейчас, но до недавнего времени он отказывался от использования АВИКа на НЮКе, ну, еще в старом составе, там с ним работал Крис Джей, Денис через Дэм. Такие просто, но здесь по Итону нет информации, поэтому Итон в любом случае должен находить размены. Более того, вот здесь еще хитрее можно сыграть, и он может пройти на девятку, забрать там игроков на Апленту, но здесь Рез закрывает Депса, поэтому по-прежнему нет никакой информации. Ну, вот сейчас она появляется благодаря фрагу по Гетричу, но это 4 в 3. Как повезло здесь команде НИП, что больше никого пода не было. Они могут просто абстрагироваться от этого Аплента, играть на ретейке, что они, собственно говоря, и будут делать прямо сейчас. Ну, вот это было слишком нагло, Патрик, слишком нагло. 3 в 3. Ну, что же. Равна Энерджи. Есть ли предпосылки к этому выбиванию? Вроде бы гранат мало, плюс ко всему закрывают лекар в попытке выйти какой-то синхронности в действиях. У команды НИП в этом выбивании нет, и они уже в меньшинстве. Одна маленькая ошибочка, запущенная при контроле девятки, и вот раунд, который уже очень сложно будет спасти. Да, я не скажу, что попытается это сделать, но не законтролил второго. Итан, шикарная работа. Вот как первый фраг, да, он сделал, по-моему. Ну, первый, второй, то есть первый важный, так и последний при ситуации один в один также сделал Итан. Что ж, хоть этот раунд был отыгран. Ну, и шансы прям очень хорошие на пятый для команды Энерджи. Да, вроде казалось бы, отличие всего там один-два раунда четверки-пятерки, но на самом деле насколько это может сильно спасти ситуацию в рамках карты Денюк, учитывая то, что здесь атака, ну, прям, откровенно говоря, слабая сторона по сравнению с оборотом. Ну, посмотрим. Последний раунд первой половины, дорогие друзья, в рамках первой... Первым таймингу выходить со скрипа, я-я-я, не захотел Брис, все-таки Молик лежит, поэтому ХП терять на ровном месте здесь, конечно же, не стоит. Занимает улица, а в это время Рест закрывает Итана. Ну, и вот первый импакт в этом раунде уже в исполнении шведского парня. Фагли пока что выцеливает А базу из-под пристройки, но на самом деле под него никто открываться не будет. Ну, снова-таки Нюк не провоцирует команду работать быстро. Энерджи могут позволить себе немного посидеть в надежде найти какой-то размен или, по крайней мере, собрать информацию. Рест, его излюбленная тактика, немного подождав, он, конечно же, выйдет из коннектора для того, чтобы казаться внезапно для соперника. Ну, и вообще, Рест играет довольно вариативно при контроле улицы либо из коннектора, либо вот как в предыдущих раундах он работал на ангаре, ну, и тоже делал свои киллы. То есть Рест пока стабилен. Так, ну, Рест после того, как получил Молик метро, моментально отходит, и оборона пригруппировывается. Ну, посмотрим, что будет у нас дальше в итоге. Так, один игрок у нас встретили уркующего команды Эндерджип, один на скале. Ну, и, судя по всему, это выход под радио готовит и Лекра. По-первых, есть информация, но и здесь уже три игрока должны выходить на эту позиционку. Лекра, возможно, это ошибка, но первый минус находит. Размен по бризу будет ли еще? Да, еще минус два в основном деле. Кладка отимейта залетела очень красиво. Она, на самом деле, позволила Лекра выиграть эту перестрелку и теперь уже два в пять, имея 18 секунд в запасе, имея двух, как минимум, игроков команды НИП, обороняющих Б-плэн, что может быть сложнее? Не знаю, разве что в полете перестрелять Лекра, который уже был к тебе готов, фейк по установке бомбы, ЦРК, ах, немного не угадал. Но сама по себе бомба здесь мало на что могла повлиять, и ЦРК понимал, что раунд ему не выиграть уже никак. 22 к 6, вот статистика Фореста, Рез на втором месте, большие споры по поводу того, что вот Рез там хороший или средний игрок, но пока Форест показывает, что дух старой школы жив. Причем, кто-то даже из проигроков в своей твиттере отмечал, что Форест сейчас переживает уже третью молодость. То есть прям насколько крут и причем стабильно, что самое важное, Форест в рамках этого мейджора немножко даже как-то не верит. Ну как так, держать такой уровень планки, когда-то уже прям, ну откровенно говоря, по относительным меркам, да, что-то возрастной якобы кейсер, пожилой павул. Да, но я, кстати, вспоминаю его интервью и он отмечал этот момент, что ему интересно самому понять, насколько же все-таки старым может быть профессиональная игра в Counter-Strike. И поэтому он задает такую планку для молодых парней, да, мол, вы хотите быть лучше, ну так выиграйте меня, камон, у меня уже тридцатка есть ему, я не помню. По-моему, 29. Ну, то есть, вот что-то очень близкое к этому, ну условно будем говорить, там 30 лет, и я все еще на высоте, я все еще могу, так камон, и у Гитрайта вторая молодость, если уже так говорить, или третья, потому что большой затяжной кризис у него был. И у нас да. Илюха, братуха, с такой системой смотреть матч только так. Ну, два параллельных матча, конечно же, Авангар сейчас еще идет на втором стриме, кстати, как у них там дела. Делитесь с чатом, дорогие друзья, мы будем также дарить вам лучи тепла команде Авангар, я имею в виду. Ну, первая половина пока что удалась на славу, учитывая то, как она начиналась для команды NIP, я уж, ну, знаешь, не стал показывать этого, я думал, что в рамках первой половины там уже NIP провалится. Да, вот я как раз что-то смотрел, на самом деле, пытаясь ответить на твой вопрос, 13-12, команда Liquid впереди на один раунд. So close. Да, so close, могут быть еще и допчики, но, понятное дело, Overpass такая карта для, ну, не то, что для неопытных именно на этой карте коллективов, атака там довольно сложна. Это, кстати, доказывали китайцы вот в некоторых моментах. Ну, а мы в ожидании второй половины, вот и не мы, Герман Громов, Костя Ленин, ждем, ну, и, наверное, ваших предикшенов тоже. Как вам вообще первая половина? Да, действительно, матч получается очень интересным, да и вообще сегодня день насыщенный, у нас 8 матчей, на первом канале 8 матчей, на втором канале сегодня день Counter-Strike, дорогие друзья, запасайтесь. Вот хорошо тем, у кого выходные? Вы сейчас, вы сидите, смотрите, на одном мониторе, там, Liquid, Vanguard, на втором мониторе, NIP против команды Engine, на третьем мониторе, там, я не знаю, о чем вы подумали, но не о том. И, короче, круто проводите время, хорошо, если у вас выходной. То есть, я не знаю, я тоже хочу выходной. Я хочу посмотреть КС. Наверное, сейчас отработаешь и будешь смотреть КС. Да, это важно, это важно, потому что хочется, опять же, насыщаться первосортным, так скажем, Counter-Strike, потому что, понятное дело, на минорах, сколько мы там перегорали, смотрели там матчи, и там многие на комментаторов, опять же, наговаривали, что парни, почему вы несерьезны? Когда ты видишь Counter-Strike, там, условно, теперь три команды, которые там идут 15-0 первую половину, и ты видишь, что парни не хотят, не играет, ничего делает, ты, соответственно, не можешь нормально, серьезно комментировать. Когда вот у тебя вот уже все, ты понимаешь, это серьезно, у тебя, соответственно, и настрой на встречу, так или иначе, другой. И команда NIP вместе с Energy этот настрой нам сейчас дарит. Поэтому, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее, наливайте чаеху, либо что-то еще, и давайте смотреть вторую половину, всем еще раз приятного просмотра. Да, 11-4, это шикарная половина для команды NIP, но мы привыкли говорить, что Нюк все-таки КТ-сайдкарта, так что теперь NIP нужно не в последнюю очередь показать атаку. С другой стороны, пистолетные раунды 50 на 50, выиграя их, и задел для побед будет уже серьезно. Что же делают NIP, не мудрство и лукаво, просто такая пробежка, марафон через улицу. Смоки нам не нужны, зачем? Ведь мы шведы, мы можем просто стрелять и убивать, обратно пойдем. Кстати, уже довольно дефолтный в последнее время, якобы ты фейкуешь, когда ты выходишь в метро и обратно поднимаешься и выходишь на мейн. А здесь дядя Брис. Брис может, но не сегодня, судя по всему, и не в этом раунде. Рез находит уже даблкил для себя в пистолетном раунде, очень важно. И тут хорошая плюха прилетела по Деннису, ну и здесь нужно ставить бомбу, что очень важно, но Форес закрывает еще и даблкил, сюда за 4 в 2. Фагли вместе с этим остается вдвоем, но не пускает. Дядя Форес говорит, не в мою смену, не в мою вахту. И это Фагли 1 в 4, уже 1 в 3. Есть информация по стриту, но там просто урон прилетает, армора нету у Фагли. И щипцы только лишь на руках. Ну и здесь просто его будут ждать и на IP снизу, в два ствола принимать. И да, Фагли спускается. Ну, щипчики засейвить хотя бы. Было бы неплохо, но я думаю, что Гитрайдер там не дадут. Хотя Гитрайдер за чекают, тут Фагли какой молодец. Просто прочитано. И теперь пробежка. Нет, не дали ему. Не дали. Трест, трипл килл. Пистолетки. Это 12-4. Вопрос в том, команда NRG, но это все-таки не атака, не пистолетный раунд. Ты не можешь за Форес сейчас просто взять. Если ты сейчас за Форес проигрышал, то это все практически уже в рамках РТ. Данюк, а от нашего партнера париматч. Коэффициент 1,4 на NIP. Кто поймал сочный кэф на NIP? Перед началом матча ставьте жирный плюс в чат. 2,8 NRG. Примерно такой кэф как раз-таки был на NIP. Даже чуть больше. Даже 2,9 по-моему был. Да, и мы вот советовали прям спешить, но спешить уже некуда. Это Форес от команды NRG. 12-4. Очень рискует сейчас на NRG, но кто не рискует, тот не пьет шампанского, кто много рискует, тот спивается, посмотрев, что будет в этом случае. Ну, весь вопрос в том, какую контртактику решат предпринять NRG, показать нам для того, чтобы выиграть этот Форс. Ты подмечал, ситуация сложная, и этот Форс практически за всю игру, едва ли не за всю игру. Ну так, есть небольшой просвет в дымах, но цирк на стауте. Будет ли попадание? Да, попадание есть, но далеко не критичное. 34 хп, но Реза остается. Пробежка снова в прицеле, но теперь цирк промахивается, его самого идут давить, ну и Цветелин Димитров на самом деле прекрасно это понимает. Поджим лобби, да, есть, и Деннис забирает цирк, я думал, все-таки Димитров уйдет. А чем больше минусов сделала команда NRG, на IP, тем быстрее NRG будет двигаться в обороне, больше поджимать. И вот смешная ситуация, сейчас Фагли имел возможность дать размен, а в руках МАК-7, и что-то с этим будешь делать. Ну, если вроде бы пушить, нет, нажимай на кнопку F и смотреть. Так получается. Ну что же, пошел контакт Гетру, еще напоролся на Бриза, здесь Брис стоит трудовым, но все-таки погибает от Денниса, но еще один минус на Брису, ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ну Брис пока что хорош, определенно. Хорош бомбы ставится, но там все под прикрытием дяди Фореста, поэтому Лекарыча вряд ли кто-то обидит, но разве что Депс, если выйдет перестрелять как-то Фореста, прочитает этот мув в исполнении шведского контр-страйкера. Ну поехали! С Фореста еще один минус по скрипу, погибает Брис, но Брису начальник был на Родовой, здесь контролит Фагли, неплохо, Фагли, ой-ой-ой-ой-ой-ой, Лекарыч тоже остается один, и Фагли берет раунд для своей команды. Вот это фантастика, вот это энерджи. Слушай, прям вот дежавю, в рамках первой половины тоже самое практически было. Важный фраг был сделан сейчас по девятке, если бы не он. Ну и, конечно же, Форест, которого после его минуса из-под вентилей не отпустили, но это было тоже важно. Энерджи в настолько опасные игры сейчас играли с этим форсбаем, и как же у них, черт возьми, получилось. Молодцы, не устаю удивляться напористости этих молодых американских игроков. Они действительно молоды. Тем временем, 16-12, команда Авангард, к сожалению, проиграла карту The Overpass, но nice strike, все-таки Ликвид это сильная команда, мощная. Одна из потенциальных претендентов на топ-1. Ну, меня они на 3-0, кстати, стоят в пикеме, так что, наверное, да. Ну, уже-то на один шок ближе? Пожалуй, что так. Ну что же, посмотрим, что предпримет команда NIP в этом раунде, принимает решение не форсить события, так или иначе, счет и задел по счету очень даже комфортно, 12-5-7 раундов, но вероятнее всего, шестой заберет сейчас команда Энерджи, ввиду отсутствия какого-либо армора и нормальных пистолетов от команды Ниндзя в пижамах. Ну, и здесь просто занимает улица. Скорее, этот раунд для NIP, он как радар. Просто посмотреть, как по расстановке все у команды Энерджи. То есть, кто-то открывается, кто-то играет пассивнее, кто-то закрыт, и провести некую аналитику. НИП было бы сейчас очень кстати, скажем, подготовить плацдар, подготовить почву для следующего оружейного раунда. И НИП, в принципе, неважно забирать этот раунд сейчас. Конечно, было бы приятно халяву с пистолетами выиграть, но трезво нужно оценивать рамки возможностей НИП в рамках этого раунда. Да, он уже скомпрометировал позицию на коннекторе, но полностью из нее не уходил. НИП, в свою очередь, также контролирует выпады от ДАПса и просто ждут что здесь господин Громов, они полностью с тобой согласны. Нужно просканировать почву, просканировать модель обороны команды NRG, ну а после этого может быть попытаться поставить бомбу, унести ее там в Б куда-нибудь, потому что гранат нет. Да, интересно дождутся его кстати или нет. Итан, подходящий момент, и вот он, наверное, лучше уже не будет оформить деньги. Практически синхронно игроки команды NRG выиграли раунд для себя 12-6 и момент истины, хотя я сейчас смотрю на деньги и на IP, насколько же все-таки им помогла бы бомба установлена. Вот прибавьте к этому по 800 долларов, прям было бы шикарно все по раскидкам, так очень придется пожертвовать. Ну возможно, кстати, исходя из этого, если недостаточно будет смоков, можно и на быстром темпе попробовать сыграть, но опять же, не прочекали, где сидит именно авик. Но они могут предположить, что опять же, в раздевалке под девяткой и так далее, но опять же, церк, снайпер довольно опытный и мобильный, он может и менять позицию, исходя из той или иной информации, поэтому здесь, вот опять же, да, церк сейчас опять же встал на скрип. То есть в предыдущем раунде все-таки другая позиционка была, так что, а, ну вот он ее и меняет в принципе обратно. Посмотрим! 1 UMP 4 АК 47-ых, по раскидкам действительно все довольно скудно, но стенку для себя соорудили в андерпасс и проходят уже туда игроки на шведской организации. Ну и посмотрим, как дальше сложатся события в рамках этого раунда. Это уже 19-ый раунд, и Дэпс как раз-таки готов к фарму. Ну, опять же, откидывает молик, и в этот молик, понятное дело, NAP не пойдут. Пойдут, возможно, кстати, с небольшим дилейом, но тратить сюда условно свой единственный смог нет никакого смысла. Хотя хотелось бы найти фраг на ноге. Так, плюс здесь поджим с другой стороны. Ну и, кстати, с длинного, может быть, сейчас будет даже парный выпад от Фагли и от Дапса. Давайте-ка посмотрим. Фагли уже пытаются дожимать. А вот и открытые двери, а вот и минус 2. Шикарная работа. Вот она синхронная игра. То, на самом деле, чего мы и ждали. Лекарь просачивается оффлент, но под него никто не подставляется. Пока что максимум это установленная бомба и раунд 3 в 5 с одним ее МП, кстати, который Гитрайт раскручивает на фраг. И Рес слышит, кстати, сейчас игрока на аквариуме. Это был Фагли, и можно от него абстрагируется и попытаться игрока на вилке закрыть, но Лекарь погибает от Депса. Рес слышит игрока на вилке. О, О, Рес, 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 что ж ты делаешь? Ему нужен второй. Ему нужен минус 2. Отлично. Он с этим справляется. 2 в 2. Бомба пищит уже довольно быстро. Дабс просачивается на плент. И он имеет возможность, по-моему, ее обезвредить со своим тиммейтом. Где же игроки команды NIP? Они ничего с этим не сделают. Вот это поворот. О, Рес, конечно, молодец. Минус 4. Что это такое, Константин? Объясни, пожалуйста. Ну, просто бомбу поставили так, что была возможность обезвредить ее. Нет, почему он даже не чекнул? Ну, то есть, понимал, что настолько эта ситуация безнадежная или что? Ну, да, наверное. Да. Да. Откуда я, значит, просил Лекарь? Лекарь, по-моему, бомбу ставил. Да, и это сразу же тактика паузы для команды. Да, при этом довольно странно, ведь если бы Лекарь хотел поставить ее за плентом, он бы так и сделал. Вместе с тем бомба стояла несколько левее, и, наверное, Лекарь полагал, что возможности остаться незамеченным для обезвреживающего игрока не останется, но вышло, как вышло. И, наверное, шведы, уже справедливо рассудив, что бомба стоит не под них и пытаться с ней что-то сделать, не имеет никакого смысла, решили сохранить два оставшихся девайса, выбили их из соперников своих. Ну, конечно, лучше бы выиграть раунд, особенно с такими маневрами от Реза, но имеем, что имеем. Что имеем, не храним, потерявший плач. Ну, не совсем готово, но... Ладно, поехали. Пусть будет так. 19 раундов позади. 20-й прямо сейчас, и это авик для Реза, ЮНП для Лекарь, ну что же, Церк, сразу готов принимать скрип, здесь Гетрич, я не знаю, Церк, такое ощущение, что он прям, знаешь, что-то видит, но мы с вами понимаем, что нет, это всего лишь догадки, но и Церк, кстати, пойдет усилять, судя по всему, метро сейчас. Ну, скорее даже контролировать, все-таки помимо него, есть никого и нет, насколько я вижу. Да, а может быть, он еще и пикнет для снайперов, это вообще-то одна из стандартных. В точек, но Церк решил не давить, просто дождался Денниса, и тем временем, неудачный выход на базу А от команды NIP, Рез остается в одиночестве. Ну, на самом деле, снайперский скилл у него есть, но не такой, чтобы выиграть 1 в 5, наверное, ни у кого такого скилла нет, если не без божьей помощи. Так что 12-8, и с деньгами проблема потенциально 12-9, а вот и трехраундовый разрыв, который не выглядит столь впечатляющим, как это было после еще и выигранного пистолетного раунда, и после того, как NRG взяли свой форс, ты думаешь, ну вот, NIP же вряд ли проиграют форс своему сопернику, и, скорее всего, разрыв будет колоссален, но мы видим, что NRG не сдаются. И вот условно, возьми тот раунд, да, и предыдущий, когда должен был рез забирать, ну, паспути по логике вещей, это плюс 2. 14-5. У соперника нет денег. Ну, условно, там они уже будут форсить до конца, и это прям ковровая дорожка для команды на пик победы в рамках карты D-Nuke. А теперь 12-8. Да, потенциально это 9-й. И Complexity Gaming против Astralis также играют на карте D-Nuke. Сами видели оповещение. Опасно! Complexity Gaming заценили и не совсем равный бой. И как по мне, точнее, даже бойню я бы сказал, хотя сейчас бац, Complexity переиграет Astralis на нюке, у Astralis слетает этот стрик. Сенсация! Ашл Тиви Ворк там просто пестрит. И Complexity 3.0 подходят, Astralis 0.3 вылетает. Здравствуйте! Это параллельная вселенная. Добро пожаловать! Стивена Хокинга какая-то прям. Ну ладно, не знаю, посмотрим. Сейчас опять же раунд... Хотя... Нельзя про E-Nipe говорить, наверное, что вот... Да вот сейчас возьмут и отдадут. Опять же, мы помним один девайс, засейвленный Форестом. И мы помним девайс, засейвленный призом. Каждый из этих девайсов сделали по 4 минуса в итоге в своих раундах, выигранных для команды NIP Energy, соответственно. Ну и смотри, это бай. Это бай не отпускает NIP своего оппонента слишком далеко в попытке быстренько здесь забрать 13. Но экономика уже неплохая. Ой, поджим улицы. Весьма эффективен, да. Перекрывает гитрайта, который уже успел просочиться на Б-плэнд. Итан продолжает доминировать на улице, в свою очередь, от Реза. Имеется размен. Тот перестреливает штатного снайпера команды NRG ЦРК. Олегро заходит за смок и тут же погибает. Что же касается мистера Реза, у него не слишком-то много вариантов. Два фрага он с Айвиком уже сделал, но бомба под контролем Бриза, и Рез, с одной стороны, должен понимать, что кто-то здесь есть, другой ствол был виден намного раньше. В общем, безнадежная ситуация. 12-9. И те раунды, особенно последние два, которые мы видим от NRG, складывается впечатление, что их NRG выигрывают чересчур просто. Нет, знаешь, того, что было. Да, нет борьбы, нет каких-то ситуаций один на один или вот там хотя бы два на два, когда Рез сделал минус четыре. Ну, в последних раундах все как-то по-простецки. И опять форсился. Ну, серьезно? Или это же форс? Да, это форс. Это два дик, три дикла, СЗ-шка и один АК-47 Деннис. Быстрый проход на улицу, али как? Раз, два, три. Ну, это четвертый уже проигранный будет, получается, подряд. А, и там уже... 2900, 2900, получается, команда НИП получится проигрыш в этом раунде. Ну, и опять же будет играть следующий бай. Да, да, так что... Пока все, в принципе, у них, знаешь, идет по накатанной, но по накатанной плохо. Разве что по экономике можно какие-то положительные моменты только отмечать. Ну, а фагли здесь на бусте, так что выход на рампы был бы ошибкой от команды НИП. А так втроем уже просочились на Андер и здесь Депс. Готов принимать. Раскидка пошла от команды НИП. Денис под радио должен пикать Церк сейчас в своем АВП, добывать информацию. Гетро, в свою очередь, будет люрковать под базой А и, возможно, попытается как-то просочиться через вентиля в спину к своим уже оппонентам ой-ой-ой-ой-ой-ой, Церк. Но здесь прямо уже угадывает конкретно команда Энерджи направление атаки НИП, но посмотрим, что из этого получится в целом. Итак, пока что НИП просто ждут. Итан. Ну, тут уже сплитанули, то есть Гетро это пропустил всех, а по итогу он отдался Бризу. Энерджи уже в непонимании, где же соперники находятся. Но по итогу двух игроков на Б-базе от Энерджи вполне достаточно, чтобы принять такой выход. Давайте-ка посмотрим. Да, вот он Дабс, его пытается простреливать. Все-таки получается, когда Дабс подставляется сам. Но 2 в 4. Бомба пусть на руках и есть, но как-то до плента нужно дойти. И это при условии, что никого не будет из игроков команды Энерджи в коротком. Так, ну что же, бомбу в итоге-то и ставит Патрик Линберг, но смысла выходить из плента, судя по всему, нету. Оп, ушел в раздевалочку. Так, ну а здесь Рез. Рез играет очень агрессивно, но это единственный шанс команды НИП в этом раунде хоть что-то попытать, какую-то удачу. Отрез есть первый минус, отреза второй минус, у третьего не видит, он его слышит, но слишком поздно. Итан, ладно, Форест еще в спину, закрывает бриза, бомба стоит. Киты есть, киты есть, но Итан просто начинает фейковать. Здесь уже выходит дядя Форест, говорит, что нет, не раздифьюзишь просто так. Дифьюзит на мужика, Итан, и Форест берет этот раунд, да боже ты мой, что происходит в этом матче? Ай-яй-яй. НИП. Что же вы творите? В шоке, просто... Я просто в шоке. Это стандартная история команды Нави, я бы сказал. Берут то, что не берется, дают то, что не отдается. Ну, Форест и Рес, поправьте, если я ошибаюсь, если вы со мной не согласны, но на текущий момент ВНИП это, наверное, самая эффективная связка, которая может оставаться. 26-28, нормально. Сколько там получается? Я имею в виду, что они отыгрывают очень клевые раунды, когда остаются вдвоем, либо разыгрывают в паре какие-то позиции. Это очень хорошо получается, и сейчас Рес мог бы третьего забрать. То есть он его даже увидел, просто уже немного потерялся в... Окружении. Да. В локации. В том, чтобы развернуться. Но папка Фореста сделал как нельзя лучше. Справедливости ради отметим, что у обезвреживающего бомбу игрока NRG ну, там, полсекунды, наверное, не хватило, или 0-2 уже. Даже было видно, что зеленым загорается таймер, и Форест, вот все-таки этот микротаймер в голове, оттачиваемый десятилетиями. Насколько важна коммуникация? Сейчас я к этому вернусь. От париматча у нас коэффициент снова 2, и, кстати, ну, неплохо. Прямо сейчас было 0-1 на NIP, и на NRG 1-75. Насколько важно иметь вот такой вот уровень коммуникации в таких раундах? То есть иметь спокойствие, иметь трезвый рассудок, как действовать, что тебе нужно сделать. И, опять же, Рес по своей стрельбой, Форест со своим опытом, конечно, здесь суперкруто отыграли, ничего не скажешь. Ну, а NRG, NRG 4 раунда вновь отставание от команды NIP. Но здесь бай. Бай в ноле от тех и от других. Ну, если NIP еще сумеют наскрести по сусекам, то у той NRG в случае проигрыша вариантов не останется. Снова только Форст. Но пока у них в плане арсенала все очень хорошо. Итак, первый урон уже был получен. Лекра просадили на 56 кп, Дакс также немного подожгли. Форст уже в ангаре. Итан 2 убийства. Дапшн разворотится, забирает Форста. Да. Контроль улицы от команды NRG, при этом глубокий. Они дали инициативу в руки команды NIP, понимая, что их позиции, я имею в виду позиции команды NRG, в любом случае вскрыть просто так не получится. 13-10, наверное, если Гитрая сейчас минус 5 не сделает. Не, ну NRG красавчик. Контроль улицы просто колоссальный. Ни одного вообще никакого шанса не дали команде NIP в этом раунде. И в итоге 23-й раунд именно за NRG и уходит. Денег нет у команды NIP 1400, 1500, ну, у кого-то там даже 3000, я видел, поэтому, возможно, мы увидим какой-то дигл, но опять же это не столь важно. NRG снова сокращает отставание от своего оппонента. Вопрос в том, сократят ли они его в ноль, то есть выйдут они на 13-13, или же все-таки следующий раунд во многом все расставят на свои места. Но здесь нужно стараться укреплять экономику прежде всего в команде NRG, чтобы, так скажем, пострелить себе подушку безопасности на, как минимум, еще один оружейный полноценный раунд в будущем. Посмотрим. Ну, пока что Лишека, надежда на то, чтобы донести бомбу до плента хоть как-то. Вот, кстати, эта бомба, ее выбивают, все, выбивается вся команда NIP за исключением Гитрайта, который сейчас пойдет люрковать, своим любимым делом заниматься. Да, нашел сладенького, тот прыгнул, может быть, немного не к месту, ну и развернулся не к месту тоже. Ну, хорошая попытка. Вот Али Сунда, 13-11, бомбы не было, ну вот в этом раунде она бы пригодилась. 3000 у Лекра, 3400 у Гитрайта. Байта, конечно, будет, вопрос там какой. И вот эта статистика, она настолько явно выделяется. 28-26. Двух игроков максимально у NRG 19. Очень странные дела. Здесь команды стараются играть, здесь это счет двух игроков, которые действительно пронутся. Это Рез и Форрес. Ну, что уж по делу. Чем богат, тому рад. Ну, что же, поехали. 2 АК 43, АК 47-ых, НМП и ЦЗ для Лекро. Ну, и давайте смотреть за атакой NIP в этом раунде. Это уже 25-й. Непостепенно встреча подходит к нам, логически завершение флагли в смоки. Просто увольняет Лекро на следующий как минимум. И отличный старт в исполнении. NRG. Церк уже смело прямо через Сландер пошел пикать стрит, хотя на таком тайминге может и прогореть. Форрес готовит Молик для своих соперников на базу А. Как раз, чтобы с крыши согнать, возможно, кого-то будет выпускать. Так, кстати, раскидка через крышу, которой NRG во многих раундах в их бытности игре в атаке тоже не хватило. Прорыв через смоки снова-таки лишний. Реза выключают. При этом Фамас. Обычный Фамас в руках фагли. Следом тот отходит в глубину планта Б. Еще и флешка. Сам контролирует выход из вилки. Деннис под девяткой. Прострелы через дверь длинного. Сумасшедшие какие-то просто прострелы от Церка. На самом деле, настолько это все близко было. Ну и фагли здесь пока что герой этого текущего раунда. Но посмотрим. Форрес, Гетрай, Деннис, бомба установлена. Ретейк 5-3 большинства. Есть молики, есть флешки, есть смоки. Все есть для взятия раунда. Команда Энерджи. Церк находит минус. Гетрай, на размене неплохо погибает Гетрич. И остается последний Патрик Линберг, которого, безусловно, должны здесь закрывать уже вчетвером игроки команды Энерджи и брать для себя 12-й. Но это опять же та самая бомба, которая в перспективе поможет команде Н.И.П. Но уже через раунд. Потому что сейчас, по идее, должен играться экономически. Вероятно, так и будет. Ну и мы сквозь замечательную воду этого реактора, охлаждение. Даже эхо такое от воды. Да, очень приятное. 13-12, 3-300, можно сделать 2кбай. Скорее всего, так Энерджи и поступят. Может быть, этот раунд удастся выиграть, чем черт не шутит. Уже видели. Да, но вообще Энерджи большие молодцы. Конечно, со счета 4-12, делая форс, вернуться и вплотную подобраться к Энерджи к Энерджи. Действительно, в некоторых моментах нюк — это имбалансная карта, ничего не скажешь. Ну что, поехали. ТЗшки, МАК-10. Даже от Гетричи есть у нас, но посмотрим, что с этим МАК-10 в итоге и придумает. С этими объятиями готов встречать своих соперников. Ну и поехали. Проход на андерпасс. Молик сразу же цирк откидывает, но в СМАКе не успевать никого забрать. ДАПС. Ой-ой-ой, а вот это немножко не в тайминг было, если честно, но так или иначе просочились команда NIP по своему оппоненту. У ДАПС сейчас будут проблемы. У ДАПС сейчас будут проблемы. Нужно оставлять патроны, 13-й остается, но здесь уже и пак, где приходит вот эта шикарная взаимыхалпау. Команда NIP в этом раунде просто катастрофически клевая. И это, по идее, 13-й для них так же. Да, и очень красиво, что ДАП все-таки оттягивал тайминги. Он не ввязывался к перестрелке с игроками NIP, которые его поджимают, а просто так не давал им подойти слишком близко, понимая, что тиммейт уже на подходе. Что тут у нас? Минус от ЦРКа. По гитрайту РС с бомбой на руках, но без армора. Скорее всего, сейчас погибнет. 13-13 и теперь три раунда нужны команде NIP и команде NRG. Еще раз, 4-12 с таким счетом NRG проигрывали. У них еще и форс был. Это сами баск. Никто иной, как сами баск. Что это такое? А-а-а! Вот это да! Сумасшедший это битак. Это как к Сайкэк команда была азерса что-то в таком духе. Это как хурях. Поехали! 27-й, дорогие друзья, на повестке дня и команда NRG летит. Летит уже к 14-му раунду и, быть может, впервые. А, нет, или во второй раз уже в этот матч выйдут вперед. Но не столь важно перехватить инициативу. Уже перехватили. Ну и Церк контролит выход на метро. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот это здесь развансило неплохо. Игрокоманда NIP есть информация и Церк заставляет тянуться. А в это время Форест проходит уже на крышу. И здесь по нему информации пока что никакой нету. Там падает, пролетает. Ой-ой-ой, как он сполз от двери. Прыгнул, есть спина. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Уходит в вентиля. Форест может остаться незамеченным в своей попытке пройти на базу через мейн. Самое главное это чек на Кита, но он его прекрасно чекает. Минус один. Где же второй? Второй в пристройке. По нему инфа сейчас будет. Да, Бриз. Набивает бомбу. Да, по тем временем забирает гетт Райта. И выпад от Денниса также был лишним. Форест настреливает, но хватит ли этого? 2к что да. Ну пока что рейс с Форестом вновь начинают разрули. Ситуация была на секунду 4 в 2, уже 2 в 2. Фагли плюс Церк вдвоем. Аук плюс АВП. По гранатам скудника ничего нету, но опять же бомба установлена. Ну что, Церк и Фагли. Молик на 9. Еще некоторое время выиграют для себя игроки команды NIP. Нечем тушить, тушить ты нечем. Да, на выбивание 2 флешки всего лишь Фагли еще и подгорел. Может быть это станет чем-то очень важным и положим команде NIP. Четкий размен от Фагли, но раз ставит точку 14-13. И снова эти два парня. Снова Рес плюс Форест. Что с ними не так? 31-28. Что с ними не так? Может что не так с командой NRG? Почему два человека могут делать столько работы? Почему у них это получается? Нет, очень сказочно, просто хороши. При этом, если я не ошибаюсь, Рес пришел в команду NIP позже Дракена. Они оба до этого были игроками Epsilon и там вот как раз история с Диско Доплинг, когда он сел на самолет и летел. Ну и Рес закрепился в составе Дракена. К своему сожалению, нет. Сейчас у Red Reserve там все не очень получается. Но Рес по-прежнему играет уже больше года. Ну, я думаю, здесь момент, наверное, воспитания какого-то либо же ментального человека. То есть, да, вот что Рес, он в принципе спокойный сам по себе парень и хватающий, так скажем, звезд с неба. Ну, многие, я думаю, знают историю Дракена. Про то, что он соло СНГ-минор затащит? Нет, про то, что он очень близкий к семье короля и так далее в Швеции, то есть что у него там. То есть, что он действительно приближенный к императору, мягко скажем так. То есть там прям, семья в почете в Швеции и довольно-таки богатый. Солнце. Мой друг, но это пока что не столь важно, как важен этот раунд для команды NRG и NAP. Но если в случае проигрыша Energy то еще будут деньги на закуп, то у команды NAP нет. Поэтому здесь 15-й просто как воздух. Необходим команде Ninjas in Pyjamas. Но NAP со всей ответственностью подошли к отыгрышу этого раунда. Под стену Смакова они пропускают Денниса в коннектор, который будет контролировать выход отсюда выход игрока команды NRG. Далеко не факт, что NAP пойдут в конечном итоге под B. Можно оформить сплит через рампы. Почему бы нет, имея уже игрока на коннекторе. Ну и здесь дело еще и в том, что NRG отыгрывают раунд максимально пассивно. Нет никакой агрессии ни с коннектор, ни лобби никто не поджимает, не ломится на улицу. Ну и по итогу NAP просто без флешки выходят на Церка. Один погибает. Церк, ясное дело, дальше не подставляется. Его отгоняют молотовым, но работа уже проделана. Церк уже сделал первый минус в раунде. Так, ну что же. В четвером проходит дальше NAP, но здесь уже их встречает и Фагли, там же еще пара опорничков уже подтянулась. Поэтому Рест запрыгивает. Есть минус по Фагли, но слушай, опять на индивидуальном мастерстве пытается вытягивать. А вот уже и теннис подключается, минус под Апс. Эту ситуацию 3 в 4, меньшинство, а вот и приоритет 3 в 3. Брис находит важнейший минус для своей команды в этом раунде. Ну и Форест снова идет в агрессию, снова понимает, что нужно тянуть одеяло на себе, включать индивидуальную готов выходить, но здесь Форест понимает, насколько важна эта грань между агрессией и пассивностью. Форест играет очень пассивно. Дальше отрезает еще один минус. Рест будет стараться выигрывать еще и время. Он выиграет колоссальное количество времени у Бриза. Просто уже нет физической возможности раздефьюзить бомбу. Это 15 для NIP NRG. Ну что ж с вами не так? Начинаете с эндрифрага, провалитесь. Есть инфа, что в четвером прошли NIP под Андр. Есть уже информация, что заняли эту вилку и вышли на B. Ну как же так? Ну как же так? NRG. Может паузу? Опыт не купишь, а скилл не пропьешь. Вот так и получается. Все-таки NIP в последний момент как-то и водятся, как-то они и любят во всех составах. Собираются. Пауза действительно есть, скорее всего, вероятнее всего от команды NRG. Она, наверное, будет по счету второй или третий для них. Одну точно брали. Смотришь, что я сказал перед началом этой катки? Что? Ты не помнишь? Я сказал, в разрез с нашими аналитиками я еще тогда сказал. А я пойду в разрез с нашими аналитиками и поставлю 16-12 либо 16-13 что-то в это вроде сказал. Пока что близок. Близок. Ах, как обидно будет, если сорвется эта большая рыба под названием победы команды NIP. А с другой стороны обидно за команду NRG, потому что ну так круто вернуться в эту игру со счета 14- нет, 12-4 и вот так вот дойдя до 13-13 и вот так все отдать. Будет безумно жалко, но здесь 4 Ауга. Мне страшно за командой NIP в этом раунде, честно. Да, ты полностью прав, NIP нужно быть на стороже. Все-таки Ауги — это мета современного гаундерстрайка, хотя многие игроки с этим не согласны, просят пофиксить, но что есть, то есть. Ну так, NRG, что же они обсудили на своем таймауте? Это, кстати, таймаут был за командой NIP. А, еще и команда NIP. Хорошо. Но NRG тоже имели возможность обсудить, хотя, наверное, им уже обсуждать нечего, а Ауги берем и в бой. Dubs стандартный для себя поджим коннектора на подобном тайминге минуты 15, хотя, как мы видим, игроков на IP в зоне видимости нет. Шведы всерьез рассчитывают, что NRG попытаются взять этот раунд наскоком и куда-то полезть, но ничего подобного. Ну, понятно дело, честно, но это абсолютно было бы неправильно, как мне кажется, и нелогично со стороны NIP этот раунд играть супербыстро вообще никак. То есть, ну, тактическая пауза бралась, я думаю, не для этого. Ну и поехали. Детальный распит команды NIP. Закрыли церковь, теория, да, которая играет с ВП на раздевалке. Вынуждены его с этой позиции согнать. Тэп находит первый минус, шикарный, от Лекра, моментальный размен, 4 в 4. Выход на рапы здесь Фагли не сумел занимал у команды NIP. У NRG игрок в КТ до сих пор. Ой-ой-ой, ай-ай-ай, NRG, что с вами сейчас? И теперь-то придется выбивать, этому игроку придется еще как-то подойти. Да, у NRG все карты на руках. Итак, дверь короткого. Хорош, Иттан. Да, не перестреливает Иттана. Возможно, сейчас будет размен. Рест дает префайеры, Лекра, тем временем забирает Бриза. Ответочка от Иттана, который по-прежнему живет в коротком. А там слышно, слышно инфу по винтам. И, конечно же, Форест должен эту инфу просто использовать со знаком плюс. И плюс к всему, Смог кладется в флэш, чтобы мог пройти в плэнт Иттан, постараться разнифлизить Бобу. Ай-яй-яй, Форест как же много времени выигрывает сейчас просто информация вся есть. Сцеркс родится, Смоги пытается найти Бобу и не находит. А Форест, и прекрасно понимает, что здесь идет деф. Спрей мимо. По второму не попадает. Там деф. Это сразу команда Energy. Боже мой, что происходит? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Energy, давай-давай. Это просто запредельный уровень Майнгеймс. Все, Кристалл пришел и Кристалл ушел. Наверное, допчики здесь ожидаемы. Но денег не так много у команды на песне. Да, возможно, эта бомба как-то им и поможет, но как бы там ни было, вряд ли мы увидим сейчас пять калашей. Хотя посмотрим, не будем сбегать вперед. Как минимум, это вижу фармганы. Ну да, четыре калаша. Фармилка увидела калаш. Один ЕМП. А вот сейчас можно, кстати, сделать что-то быстрое, что ИНИП нам сейчас демонстрирует. Просто раскидка под Аплент один из коронных раундов. Ну и пока что плюс команда ИНИП выходит. Действительно, девятку нужно законтролить. Молотова в арсенале остаются. Да, взбежит, спешит через коннектор. Что у нас там по бомбе? Слышно звук ее. Что же там два игрока в упоре под винтами? Боже, неужели эту позицию сейчас не раскроет команда Эннерджи? Это же просто зачем-то... Ну здесь Денниса понятно. Главное молик не получится. Да, если Денниса убьют сейчас, то это все. То есть, ну в том плане, что второго сто процентов чекать не будут, потому что здесь конкретно байт на Денниса идет. Рез просто должен будет перекрестным огнем все это дело закрывать. Полетела флешка, полетел хороший на скрип. Ну и Деннис должен включаться. Деннис включается, находит минус, но он второго как раз к китам уже и не ждут. Ну и размен от Фагли. Это один в один. Гет Райт против Фагли. Кто кого, кладется флешка. Ну и китов нету, и здесь Геттер должен играть просто на опыте. Понимаю, что нету диффузов. Это раунд НИП. Это 16-14. Мать моя женщина, минус гол. Здравствуйте, НИП. 16-14 победили. Браво. И статистика итоговая. Рез 33 фрага. Форест 31 фраг. Но они оба были чертовски хороши в этом матчапе. Победили по делу. Диалу NRG. Хорошая попытка вернуться. 4-12, о чем мы говорили уже неоднократно по итогу временная ничья. Безумные раунды под концовку, но НИП оказались сильнее. С чем мы их и поздравляем. Феноменальный матч. 31-19 дядя Форест. 33-17 Рез. Ну и попробуйте, скажите, что эту игру затащили не они. Я не знаю. Может быть, наша замечательная студия аналитики что-то подскажет. Как вы думаете, господа? Я говорил Мингада о том, что Реза нельзя списывать за счетов. А он опять, он опять. Ну это просто что-то вообще матч сам по себе получился весьма непредсказуемый. НИП, который в защите набрали корреспондент. Подожди, знаешь, что весьма предсказуемое? Что переобувочное. Трех аналитиков из трех. Мы топили все за NRG в том отношении, что они должны были забирать. Но случилось не то, что невозможное, а просто сложно ожидаемое. И мало кто вообще верил в команду НИП, скорее всего. Хотя в чатике на 40% сердечком болело. Но мы все-таки узнали, что НИП на карте Денюк оказались не гораздо сильнее, но очень близко. И то, что сыграл фактор двух игроков, как мы говорили, Форрест и Рез, он так и случился. Потому что эти ребята на двоих вытаскивали крайне важные раунды. Два в четыре. И подобное. Тут просто браво. Тут вот история по поводу карты Денюк. Ну, если честно, после чарринджа стадии очень было сложно поверить в команду НИП, с учетом того, что может Рез включаться, и еще кто-нибудь вместе с ним. Обычно Форрест, например, играл иногда там Гитрайт, какие-то плюки закладывают, типа, ну, в общем, вопросы. И очень сильно не понравилось, как Energy подошли к этой карте в целом. Во-первых, мопеты, это спорный, вот уже повторяюсь, мопеты, спорный момент. Во-вторых, очень понравилась их защита на аутсайде, но очень такая себе история на B-планте. То есть на улице прям очень круто играют около кредитки, обратные кредитки, клевые поджимы, прям тимплей, черт возьми, здорово. На B-проблемы. По поводу первой половины, по поводу вообще всего Денюка, можно это описать, как страдаем, терпим на атаке, причем обе команды, да, и пробуем, соответственно, закрывать на КТ. В общем-то, так и получилось. Очень плохая. Но у Energy получилось все вначале неплохо. Вроде бы даже отдали первый пистолет и потом взяли форс, потом взяли еще один. Начало было очень хорошее. Вот потом, когда счет уже был 5-2, вынуждены были брать и паузы, потому что уже что-то с того момента не получалось. Первая половина 11-4. Явно они этого не ожидали, хотели выходить на какой-нибудь счет там около шестерочки, может быть, даже семерочки в атаке, но нет. Нипы сегодня не дали это сделать. Опять же, это не дал сделать Форест, который вот 18 на 3 шел после 11 раундов. Кто бы мог подумать. И его, конечно же, поддерживал тот самый Рес, про которого мы и говорили. Ну, вот такой вот выход со скрипа, который просто двух игроков в одной позиции человек убивает. Его никак не контрят. Проблемы. Большие проблемы. Нет, Форест, конечно, мы о нем много говорили. Он один из тех стеречков, который не потерял неуверенность себе ни по стрельбе не просел. И он действительно в этом матче доказал, что он может обыгрывать настолько молодую команду NRG, потому что там тот же самый Бризи, Итан, Царь, они очень молодые ребята. Но вот тот самый опыт и стрельба, и видно, что команда NAP была, ну, готовилась в то время, как все это было. Мы видим, как кричит молодой болгарин. Самое здесь интересное, то, что по поводу тех команд, которые проходят, в смысле те, которые, в общем, легенды, старенькие вот эти старички все и так далее, заметно, насколько сильно по морали они запустились, пройдя в легендарную стадию сейчас. То есть в Челленджерах, например, на IP не показывали игры такого рода, именно такого качества. Они показывали либо чуть хуже, либо там кое-как, туда-сюда, арест спасал, да, окей, Форест включался, да, мы помним, но не так. Здесь совершенно другая история, и причем стабильно другая история на обоих половинах. Это, кстати, интересный момент, который, возможно, стоит принять вообще во внимание. И именно поэтому как раз мы все, вероятно, и были здесь за командой НРЖ, потому что не просто так, то есть это не из головы берется, это берется как раз из-за перформанса команды НРЖ, например, в Челленджерах. Но здесь совершенно другие истории. И вот в следующем матчапе НРЖ надо принять этого внимания, пожалуй. Согласен, согласен. Что касается, опять же, правильной встречи, у нас Astralis Complexity там идут, и пока мы смотрим статистику, напомню, играй, записывай, транслируй, без компромиссов с игровым ПК на базе Intel Core i7. И по статье здесь все понятно, с Форестом, два человека, которые просто доминировали, немножко не хватило, конечно, Бриза, мне кажется, он мог бы здесь немного лучше. Смотрите, настреляли вдвоем 64, и три лучших игрока коллектива Энерджи, на троих настрелях. Это при том, что счет максимально плотный, да, то есть это вопрос в том, насколько хороши Энерджи в том, как играть вместе, и на том, что все держится только на двух игроках. Ну, вот смотри, Деннис 11, 12 Гитрайт, что я говорил, у Энерджи играют все, ладно, с Эрка сегодня не было, почему-то я не знаю, что с ним произошло, он вообще не убивал. У них играют все, а вот у Нипов надежда на Реза и на Фореста. Если они не играют, то это very big problem. Ну, вот еще вопрос ролей, мы все прекрасно знаем, что Гетрич у нас работает гибридно-люркером, и много кидает гранаты и так далее, и создает пространство для своей команды. Что с Деннисом произошло, я честно, я не имею малейшего понятия, потому что, когда он приходил во Фнатик, он был в одной из самых лучших форм и развивался очень-очень долго, сейчас, возможно, какой-то определенный спад, но об этом говорить еще рано, потому что всего лишь одна карта была сыграна. Нет, ну это видишь, мы почему считали, что Деннис вообще хорошо раскрылся и чувствовал себя очень здорово, потому что он изначально, уйдя из своей команды, по-моему, Го Цен, да, он был в них, потом он пришел на замену в Астралис, пока Николай Рис болел, он там проявил себя просто супер клево, и, по всей видимости, вливаясь обратно в НИП, мы дали такую же роль, а потом сказали, так, ты, конечно, бегаешь, убиваешь, молодец, но остальные роли как-то под это дело не подходят, поэтому поменяли, и сейчас, возможно, Деннису опять не так комфортно работать, как это было в Астралисе в начале движения в команде НИП. На самом деле, по поводу Денниса отдельные были разговоры с точки зрения контракта по Айджельству, именно Денниса конкретно я имею в виду, и там был вопрос о продлении и непродлении Денниса как Айджела, ему надо было постараться и показать результаты соответствующие. Это было уже на некоторых турнирах до сего момента, об этом как раз сейчас можно уже рассказывать, то есть история прошлого. Но, как мы видим, вроде он постарался, то есть все как бы нормально. Вот это по поводу личных, скажем, личной борьбы Денниса вообще внутри коллектива и НИП с самим собой, по сути, чтобы не вылететь. Как ты завернул-то, а? Да, это была... В Ракулину. Это как шаверма, только не в простой вот этой вот... Сырный лаваш, да? Да, сырный лаваш, пожалуйста. Но пока мы заворачиваем снырные лаваши, я думаю, что мы отправимся на маленькую паузу для того, чтобы подождать МИБР против Клауд Найн. Смотри топ-контент на самом быстром мобильном интернете в стране. Мегафон, включайся.